Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Силовиков снова позвали в Можилис по январским событиям. Депутаты пригласили руководителей силовых структур прийти на пленарное заседание Можилиса, чтобы задать им вопросы о расследовании январской трагедии в Казахстане. Депутат Жан Бышин в своем запросе напомнил, что в начале года депутатами был направлен запрос к генпрокурору для открытого обсуждения январских событий с учетом требований народа. Если на некоторые вопросы мы получили ответы, на другие обещали дать после следственных действий. Глава государства в послании сказал, заверяю, что все виновные понесут наказание, какие бы должности они ни занимали, сказал президент. Жан Бышин подчеркнул, что у населения много вопросов, на которые до сих пор нет ответов. По его словам, в отсутствии официальной информации в обществе распространяются домыслы. Итак, кто это организовал? Потому что во всех регионах одновременно вспыхнули волнения. И какова была основная цель злодеев? Какие повреждения и убытки причинил январский инцидент? Какая работа проводилась по социальной защите работников, погибших и пострадавших при исполнении должностных обязанностей, оказанию помощи близким наших граждан, погибших случайно? До сих пор непонятно, как называть январские события революция, бунт или госпереворот. По одной из версий, на то, что террористы к акциям в Казахстане тщательно готовились, говорит целый ряд фактов. Экстремисты отлично вооружены и организованы, на правоохранителей и военных нападают пятерками. Известная тактика. Атакуют стратегические объекты – аэропорт Алматы и военные части. По другой версии, это заговор силовиков. Следует заметить, у населения страны эта версия, объясняющая события первой недели января в стране, одна из самых популярных. Но больше всего версию попытки госпереворота подкрепляет задержание Масимова. Но его дело засекречено. Есть только предположение о систематическом жесте бдительной готовности неверных, призванных разрушить страну. Откровенно говоря, сейчас в обществе ходят разные слухи. Учитывая важность поднимаемого вопроса, соответствующие силовые структуры и госорганы должны прийти на первое пленарное заседание Мажелиса в начале года и безоговорочно открыто реагировать на вышеуказанные и другие вопросы. Это требования народа. Инициативу депутатов поддержал и председателем Мажелиса Ерлан Кошанов аппарату поручено, чтобы должностные лица пришли в Мажелис и дали ответы на все вопросы. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Привилегии Назарбаева и его семьи, неприкосновенность, пожизненную охрану и страховку могут отменить. Мажелис одобрил рассмотрение прекращения действия конституционного закона Ельбасе. Согласно официальным формулировкам, выставление закона на утрату делается в целях приведения норматива правовых актов в соответствии с новыми законами, принятыми в рамках проведенных в Казахстане реформ. Если закон будет поставлен на утрату, тогда полностью весь иммунитет, который предусмотрен данным законом, будет поставлен на утрату. В Казахстане еще в 2000 году был принят закон о первом президенте, который гарантирует ему и его семье полную неприкосновенность. Ельбаса нельзя привлечь к ответственности за действия, которую он совершал, будучи президентом. Он не может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску и допросу. Кроме этого, неприкосновенным является и все имущество, принадлежащее Ельбасе и совместно проживающим с ним членам его семьи. К имуществу относятся жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписка и даже принадлежащие ему документы. Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее фонду первого президента. Но теперь все это могут пересмотреть. Закон будет полностью поставлен на утрату. Это будет начало следующего года. Вы знаете, это конституционный закон, а конституционные законы, они рассматриваются теперь на совместном заседании Палат парламента. Поэтому в январе будет созвано совместное заседание Палат парламента и там будет рассмотрен данный вопрос. Если закон будет поставлен на утрату, тогда полностью весь иммунитет, который предусмотрен в данном законе, оно будет поставлен на утрату. Оно не будет действовать. Пока первому президенту и его семье гарантируется неприкосновенность банковских счетов, Назарбаеву пожизненно предоставляется госохрана. Она также предоставляется членам его семьи. Первый президент имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента. Каждому члену семьи Ельбаса, проживавшему совместно с ним, пожизненно назначается ежемесячное пособие в сумме равное десятикратному минимальному размеру пенсии. Кроме этого, Ельбаса и члены его семьи имеют право на бесплатное медобслуживание и санаторно-курортное лечение. Но кто же оплачивает все эти расходы? По нынешним законам все это осуществляется за счет средств республиканского бюджета, то есть из наших налогов. Но это пока. Таким образом, если конкретизируя, что останется и что уберут? Ну, то, что прописано в законах, это все нормы и уйдут. Все упоминания связаны об особых полномочиях или правах Ельбасы, либо родственников. Это также будет распространяться на его имущество? Безусловно, раз это уходит. Бауржанша Ахмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Уральске завершено судебное разбирательство между ТО Кублей и городским Акиматом. Суд пришел к выводу, что иск со стороны консервного завода не подлежит удовлетворению в полном объеме. При этом судья заметил, что предприятие продолжит свою работу. Споры между заводом Кублей и Акиматом Уральска длились два года. В суд обратились представители завода из-за построенных четырех многоэтажных домов, три из которых, по мнению ТО, возведены в санитарно-защитной зоне. Они обеспокоены тем, что при получении санитарно-эпидемиологического заключения на предельно допустимые выбросы в 2024 году возникнут проблемы. Но суд пришел к выводу, что представители предприятия сами не позаботились об установлении санитарной зоны. Отказать в полном объеме. Это незаконное решение. Вы не имели права такое решение выносить. Это беспредел. Беззаконие. Это незаконие с вашей стороны. Уважаемые суды. Незаконие. Беззаконие это с вашей стороны. Суд установил, самим ИСОМ ТО Кублей не установлена санитарно-защитная зона. И СССР не является смирником по отношению к семейным участкам и по Ирменовой, где возник спорные пятиэтажные дома. Согласно земельному кодексу и правилам, собственник, то есть это у нас 100 кублей, должен был установить санитарно-защитную зону еще при строительстве данного завода. Можете садиться. Спасибо большое. Однако данный ИССР не установил и не определил санитарно-защитную зону. Поэтому у государственного органа не было оснований отказать в корректировке ПДП и изменении целевого назначения. В свою очередь представители завода остались не согласны решениям суда и намерены его обжаловать. В Уральске 108 семей отметили новоселье в преддверии Нового года. С радостным событием Новоселов поздравил Аким области на ремонтуре Галиев. Он лично вручил ключи обладателям квадратных метров. Наши корреспонденты продолжат тему. Девятиэтажный дом на 108 семей в Уральске возвели на месте аварийного дома. Из 108 квартир ключи от 30 вручили бывшим жильцам аварийного дома. Аким области на ремонтуре Галиев лично поздравил новоселов, пожелав им здоровья и богополучия в новом году. В 2023 году, к 1 сентябрю, 88 семей тоже получат от новой квартиры ключи. Надеемся. На сегодняшний день в Уральске насчитывается 52 аварийных и 353 ветхих дома. По программе реновации в основном центре было снесено 28 аварийных домов. Для новоселов, которые получили жилье вместо аварийного, сегодня большой праздник. Дом сам был ветхий, старый и уже, ну как сказать, стянутый, стяжкой разрушался, так сказать. Вот Балашак приехал, предложил нам такой вот вариант, что переселят нас во временное жилье. Нас переселили, мы два года жили и сейчас еще пока, политехнический один. Ну сейчас вот они нам построили новый дом, очень большой, красивый, светлый. В ближайшее время в Уральске снесут еще семь аварийных домов. На их месте взведут пять новых. Новоселыми станут еще около трехсот семей. На сегодняшний день в очереди на получение новых квартир, чье жилье было признано аварийным, стоят 244 человека. Марина Горбок, Нурлан Кунашев, Особия Кобегенов, ТДК-42. До Нового года осталось три дня. Многие школьники пишут письма Дедушке Морозу и просят у него подарки. О чем мечтает подрастающее поколение, почему психологи не поддерживают эту тенденцию, расскажет Лайла Уясова. О своем заветном желании школьница Ромейла Чайкина пишет в письме Дедушке Морозу. Как и ее одноклассники, девочка верит в чудеса и ждет подарки на Новый год. Ну, сначала надо написать письмо и отдать Деду Морозу. Вот ты сегодня написала, что ты попросила? Айфон. Айфон? Да. А ты не считаешь, что это дорогой подарок? Ну, не считаю. Но главное, чтобы пятерки были. Будущий футболист Алищик Симпаев мечтает получить в подарок от Дедушки Мороза умную колонку. Такие станции уже стали центром смарт-хауса и добавляют немного волшебства в привычные дела. С помощью простых голосовых команд рассказывает с интересом четвероклассник. Я всегда пишу, оставляю возле елки, потом его нету, потом вот 1 января он подарил 10. Что ты попросила сегодня? Сегодня я получил станцию Алису. Но не все родители готовы дарить дорогие подарки. Динара Дусимбаева привела на утренних двух детей. Они тоже мечтают о гаджетах. Но молодая мама считает, что нужно дарить полезные подарки. И главное, создать в доме атмосферу праздника и волшебства. Планшет срать, телефон срать. Просят планшеты, но это финансово тяжело. Своей дочери и сыну объясняют, что нужно хорошо учиться. Поэтому мы дарим им книжки, познавательные игры, наборы для рисования. Вера в новогоднее чудо – особое счастье для ребенка, говорит профессиональный Дед Мороз Аслан Саурбаев. Отмечает, если 10 лет назад мальчишки радовались велосипеду или игрушечному вертолету на пульте, то теперь просят гаджеты последней модели. Сейчас уже просят iPhone 14, смартфон, PlayStation, такие дорогие подарки. Баловать не надо, но надо заслужить подарок. Если они будут хорошо себя вести целый год, ну можно подарить такой подарок. Однако психологи отмечают, что нередко маленькие казахстанцы используют письмо главному сказочному персонажу лишь как инструмент для получения очень дорогого подарка. Поэтому специалисты не одобряют эту традицию. Есть семьи, которые могут легко позволить этот подарок, да? Есть семьи, для которых это очень тяжело сделать. Мне кажется, не стоит развращать детей дорогими подарками, а нужно их учить все-таки склонность. Психологи советуют родителям больше общаться с детьми и объяснять им, что у дедушки Мороза нет таких возможностей всем детям дарить айфоны. Поэтому нужно выбирать подарки скромнее. Например, простые игрушки. На Новый год всегда хочется сказки. Есть такие дети, которые просят просто сюрприз. И по неважно, что лишь бы был сюрприз. Ну и, конечно, куклы девочки играют всегда, без разницы. А мальчики всегда играют в машинке или лего. Чудо и сюрпризов хочется не только детям, но и взрослым, говорят продавцы игрушек. Самыми популярными новогодними подарками остаются настольные игры и наборы для творчества. Ну и, конечно же, сладости. Лайла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе. В Уральске стартовал турнир по самбо, дзюдо и казахшакуре среди детей. В спортивных соревнованиях принимали участие 10 команд и 250 юных спортсменов. Спортивное мероприятие было организовано отделом физической культуры и спорта города Уральск. В зале детско-юношеской спортивной школы имени Абдрахмана Айтиева в очередной раз собрались спортсмены региона. Здесь проходит открытое первенство города по дзюдо, самбо, казахшакуре среди юношей 2009-2011 годов рождения. Турнир проводится как фестиваль по единоборствам. В трехдневных соревнованиях также приняли участие спортсмены из Атарауск области. По словам организаторов, количество участников соревнований составляет около 250 человек. Юный спортсмен Азиз Абдулла представлял город Уральск. Соревнования проходят в хорошем темпе. До сегодняшнего дня я уже участвовал в пяти спортивных соревнованиях. Я рад, что мне удалось попасть в финал. Победители и призеры открытого первенства города будут награждены 29 декабря. На такой спортивной ноте городской отдел физической культуры и спорта завершает 2022 год, посвященный детям. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова